Акции Киви. Зарубежных инвесторов высаживают перед ростом. Большая покупка акций ключевым акционером Сергеем Солонимым. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Акции Киви мы с вами сегодня обсудим. Я несколько дней назад записал в черновики тему видео про акции Киви, но не торопился записывать. Однако вчера подъехало сразу два катализатора, две причины, почему сегодня я именно эти акции выбрал для нашего с вами обсуждения. Первая причина то, что в комменты прилетел запрос на разбор акций Киви. Вторая причина в том, что стало известно, сколько конкретно акций Киви купит Сергей Солоним. Здесь надо вспомнить такую общую картинку по бумагам Киви. Значит, акции Киви до февраля 2022 года торговались на NASDAQ, где они провели IPO в 2013 году, насколько я помню. Вот, затем они разместили свои бумаги и на московской бирже, то есть торговались и в Америке, и в России. Однако в феврале, да, после известных событий, торги бумагами Киви на NASDAQ были приостановлены. Они продолжили торговаться только на московской бирже. И тогда Сергей Солонин, ну точнее говоря, не прямо там зимой или весной, а летом в июле, предложил акционерам, в первую очередь зарубежным, потому что, да, у них там зависли деньги. Они купили, представьте, акции там на бирже NASDAQ. Торги не идут, они деньги вложили, эти деньги никак не отбить, непонятно, когда торги возобновятся. То есть просто замороженная сумма денег. Вот тогда Солонин предложил акционерам Киви продать ему акции компании Киви. И он объявил, что на сумму до 25 миллионов долларов готов эти акции приобрести. При этом он предложил их приобрести с дисконтом. То есть выгодно для Солонина, невыгодно для зарубежных инвесторов. С дисконтом около 50%. Мы с вами сейчас это тоже подробно обсудим. Вот, и мы с вами это обсуждали в отдельном видео. Вот июльское видео буквально вышло нового с седьмого, девятого мы уже обсудили. Бумаги Киви тогда стоили 316 рублей. Вот можно по видео посмотреть. И тогда мы говорили, что это может быть таким очень интересным драйвером для постепенного роста акции Киви. Так сказать, да, зарубежных инвесторов просят на выход. Что изменилось за вот эти два месяца? Стало известно, сколько зарубежных инвесторов ушло на выход. И, возможно, приблизился тот момент, когда акции Киви могут продемонстрировать рост. Ну, во-первых, они за два месяца, там, с 316 на 375 подросли. То есть подросли, там, чуть меньше, чем на 20%. И, видимо, так сказать, народ на московской бирже стал постепенно соображать, что рост приближается. Второе, стало известно, сколько конкретно акций Сергей Солонин приобретет. Вот, так сказать, публикация. Вышла она как раз вчера днем. Здесь указывается время 9 часов 14 минут утра. Но это американское время, да, то есть по российскому времени это уже вторая половина дня. И вот стало известно, что всего по этому предложению было предложено к продаже почти 5 миллионов акций. Более конкретно 4 миллиона 861 тысячи. Но, так сказать, надеюсь, вы не против. Мы округлим это до 5 миллионов акций. Таким образом, Сергей Солонин приобрел дополнительно 5 миллионов акций компании Киви. Тут небольшая ремарка. Почему я вам показываю новости на английском языке? Да, вот кто-то скажет, почему на русском не показать? Тем более, такие новости в русскоязычных СМИ тоже были. Дело в том, что полезно, во-первых, работать с первоисточником. И здесь первоисточник это сайт биржи, а не просто какой-то СМИ. Второй момент в том, что какие-то англоязычные новости в русскоязычных СМИ могут переводиться или представляться с ошибками. Вот это типичный классический пример. В русскоязычных СМИ появились новости, тоже как раз вчера, с заголовками. Доля Солонина в Киве вырастет почти до 70%. Вот это утверждение содержит фактическую ошибку. Именно поэтому, ну вот эти новости я вам не показываю. Нечего читать новости с ошибками. Давайте будем читать первоисточник, так сказать, нормальной новости. Вот если здесь посмотреть, да, так сказать, изложение без ошибок, то мы с вами увидим, что Солонину принадлежало 10, почти 10,5 миллионов бумаг компании Киви. И он еще приобретает 5. Всего у Солонина будет 15 с небольшим миллионов акций Киви. Всего у Киви примерно 62 с лишним миллиона бумаг. То есть у Солонина будет 15 из 62. Это чуть меньше четверти акций компании Киви. Но при этом именно если смотреть не по акциям, а по голосам, то вот по голосам у него действительно будет почти 70%. То есть вот это важный момент, который нужно запомнить. У Солонина теперь почти четверть акций Киви и 70% голосов. То есть у него есть голосующий контроль в компании. Ну принадлежит ему четверть компаний. Вчера мы с вами обсуждали бумаги магнита. Вот в предыдущем видео мы с вами обсуждали такой вот миф, что у Галецкого якобы отжали акции магнита. На самом деле это миф. И мы с вами обсудили, почему это не выдерживает никакой критики, ну аргументирован. Вот здесь в случаях с Киви как раз наоборот. Солонин проворачивает довольно интересную, хитрую комбинацию, на которой он может заработать довольно значимые суммы денег. Может быть фактически он уже довольно много заработал. Первый момент. Посмотрите, что цена покупки стала точно известной. И это, ну она еще там несколько недель назад была опубликована, 2,5 доллара за бумагу. При этом бумаги Киви и летом, когда торговались, они никогда не стоили 2,5 доллара за бумагу. Минимально они стоили около 5 долларов за бумагу. Это вот минимумов 300 рублей за акцию в районе июля. Сейчас бумаги Киви стоят 6, ну грубо 6 долларов за бумагу. Солонин их приобрел за 2,5, получается, что дисконт составил более 50%. То есть в 2 с лишним раза дешевле, почти в 2,5 раза дешевле, Солонин приобрел акции, чем их текущая рыночная цена. Красиво? Красиво. Выгодно? Скорее всего, это супер выгодно для Солонина. И вот здесь нарисовывается следующая картинка. Солонин до этого, в 2019 году, ушел с поста генерального директора компании Киви, но оставил себе вот этот вот пакет акций. То есть сейчас это почти четверть компании. До этого было около 16% акций компании, плюс вот эти суперголосующие акции. Ушел с поста, начал заниматься другими делами. Но сейчас, когда возникла такая ситуация, когда бумаги Киви с тех значений, которые были в 2019 году, они тогда стоили где-то в 4 раза дороже, чем сейчас, бумаги Киви довольно сильно упали. И Солонин увидел в этом, вероятно, хорошую перспективу для заработка. Дело в том, что бумаги Киви настолько сильно просели, что даже какие-то падения их показателей едва ли могут оправдать падение акций на 70-75%. Ну вот, например, говорят, что Киви – это отмирающий бизнес, что у него нет будущего и так далее. Можно так сказать, но с другой стороны, если вы посмотрите не на абстрактные суждения, да, ну, бизнес Киви, может быть, кто-нибудь скажет, что с конца нулевых годов стагнирует. На самом деле нет. Если посмотреть на финансовые показатели, а компания Киви этой весной, в отличие от других финансовых компаний российских, продолжила публиковать финансовую отчетность, то дела у них довольно хорошо. Во-первых, есть финансовая отчетность. Во-вторых, у них есть довольно хорошая прибыль, ну и, например, скорректированная чистая прибыль в первом квартале и вовсе даже подросла. Кроме того, у них есть старая история прошлогодняя, когда они продали точку банку открытия и за это выручили довольно много денег. Теперь давайте по числам. Мы с вами сказали, что у Киви 62 с лишним миллиона акций. Если взять текущую цену акций, 375 рублей, получится капитализация примерно 23 миллиарда рублей. Капитализация всей компании. Фишка в том, что открытие купило у Киви точку за 5 миллиардов рублей в прошлом году. То есть почти четверть, ну там около пятой части капитализации компании Киви, они получили деньгами. Кроме того, если покопаться в отчетности Киви, в частности, посмотреть их отчет не за первый квартал этого года, а вот этот вот отчет за четвертый квартал 21, то есть на несколько месяцев назад, так сказать, вернуться, то мы здесь с вами увидим, что суммарный заработок компании Киви на точке составил более 8 миллиардов рублей. Потому что они там, так сказать, да, получали еще до этого разные платежи. Ну вот суммарно они получили за продажу 5 миллиардов и еще 3 с лишним сверху до этого. Тут вот есть разбивочка по статьям. То есть получается, что на точке они выручили более трети своей капитализации. Компания Киви, конечно, сейчас отменила дивиденды. Вот как раз они анонсировали в мае, что дивиденды пока что прекращают платить. И, так сказать, это могла быть такая вот хитрая комбинация. Значит, акции Киви оказываются под давлением зимой, так сказать, ну по понятным причинам. Значит, они отказываются от дивидендов. Акции компании довольно значимо на всем этом деле проседают. Проседают на свои исторические минимумы по стоимости. Сейчас Солонин после этого, да, то есть видите, когда бумаги просели на минимумы, это как раз был район июня-июля. Солонин объявляет тендер, выкупает замороженные акции у испуганных американских инвесторов, потому что их деньги заморожены. И они думают, ну дайте хоть за половину цены продадим бумаги. Солонин их по дешевке покупает, то, что 2,5 доллара, это как по 150 рублей за бумагу, Солонин закупился. И сейчас не исключено, что компания Киви как раз может на горизонте, вот там, например, 1, 2, 3 квартала вернуться к выплате дивидендов, потому что у них и денег много, и компания прибыльная, да, то есть деньги они получили от продажи точки, прибыль у них есть, почему бы не продолжать платить дивиденды, почему бы не возобновлять. Они уже несколько лет назад прекращали выплату дивидендов, приостанавливали, затем возвращались к выплате дивидендов. Здесь может быть такая же довольно хитрая комбинация. Кто-то может сказать, что Солонин, который крутит вот эту комбинацию, ну, крутит ее на какие-нибудь маленькие деньги, если Солонин супер богатый человек, что для него вот эти там, да, там 10-20 миллионов долларов, которые он в это вложил. Но если посмотреть на то, чему равен капитал Солонин, примерно 200 миллионов долларов, то можно посчитать, что сейчас доля в Киве будет составлять около половины его общего состояния. И обратите внимание, что когда вот произошли, да, вот когда случился 2022 год, кто-то в своих компаниях пошел по пути, сбрасываем, уходим, ну, например, Тиньков, избавляется от российских активов, да, все продает, за любую цену уезжает за рубеж. А кто-то, наоборот, наращивает свои ставки на российские активы. При этом, что интересно, Солонин, как утверждают СМИ, живет на Кипре, является гражданином России, но живет на Кипре. И вот у Солонина из капитала в 200 миллионов долларов, доля его в Киве оценивалась примерно в треть его капитала. Сейчас после вот этой комбинации уже примерно половина его капитала – это будут бумаги Киви. И вот те самые 17 миллионов долларов, которыми он владеет наличными, он, видимо, и пустил, да, то есть человек владеет наличными деньгами, именно эти деньги пустил не куда-то еще, не на покупку других обесценившихся активов, а именно вложился на максималках в бумаги Киви максимально выгодно. Поэтому не исключаю, что сейчас на горизонте, опять же, одного, двух, трех кварталов по бумагам Киви будет какой-то интересный фундаментальный разворот наверх, опять же, возврат к дивидендам может быть таким разворотом наверх, или, скажем, какой-нибудь большой байбэк, или что-то еще. И бумаги Киви вполне могут, ну, конечно, вряд ли вернуться там на 1000 рублей, на полторы, вот, но отрастись, скажем, раза в полтора, рублей, может быть, до 500 за бумагу, вполне могут, потому что, опять же, прибыльная компания, большой запас кэша, все довольно хорошо по финансовым показателям. Сбудется это или нет, мы с вами увидим в ближайшие кварталы. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Напомню, что у нас стартует в эту субботу, 10 сентября, программа «Фундамент инвестора», и это не только три онлайна, один из которых это обсуждение наиболее интересных акций российско-американского рынка, не только, значит, видеокурс, где почти сотня материалов в формате видео, это несколько часов подробно про разные темы, ну и подписка на «Инвестидеи», это рассылка, что я покупаю, продаю в портфеле, плюс доступ к нашему сайту сервиса «Инвестидеи», где «Инвестидеи» в том числе есть в таблицах, вот, и, так сказать, это вот, когда мы проводим курсы, самый такой выгодный формат, не только взять подписку, а подписку с курсом, вот, в таком едином пакете, можно на год, можно на три подписаться, ссылочки будут в описании видео. Буду рад видеть вас среди наших клиентов, спасибо за внимание, желаю вам успешных инвестиций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!